Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Сегодня разработчики выпустили патч 1.10.1.1, который внес ряд правок изменений. Ну и главное, друзья, принес нам вот этот замечательный новенький топовый комбайн от компании New Holland. Ну и в первую очередь, разумеется, мы посмотрим на него в магазине, в целом посмотрим его в бою. Ну и между делом, я также расскажу, какие еще изменения были внесены в патчи. Что касается нашего героя, то это, ребятки, топовый CR 1090 Revelation или, если переводить на русский, то Откровение. Мощность двигателя этого комбайна 700 лошадок, 30 км в час у него максимальная скорость и объем бункера 14500 литров. Есть три конфигурации дизайна для вот как раз-таки этого самого бункера. Вот есть тут такая вот, друзья, открытая версия, есть, разумеется, закрытая. Есть еще третий вариант, также открытая, друзья, вот этого самого места, где мы видим, как у нас ссыпается зерно. Кроме того, что касается бренда колеса, здесь есть несколько вариаций с двойными колесами. Лишь в трейлеборге, ребятки, есть история с траками, если это кому-то нравится. Вот все, что касается конфигурации. Кроме того, с этим комбайном идут две зерноуборочных жадки. Сейчас мы на них посмотрим. Одна из них, конечно, просто шикарнейшая, ожидаемая. Что касается той, что поскромнее, это, собственно, VeryFit 41FT. Это у нас, ребятки, 41-футовая жадка или 12-метровая. 10 км в час рабочая у нее скорость. Следующая жадка уже куда покруче. Это SuperFlex Draper 45FT. Здесь у нас, ребятки, уже рабочая, 6 на 13,7 метра. 10 км в час рабочей скорости. Ну и, разумеется, главный плюс этой, ребятки, жадки, то, что им можно без всякой подкопной тележки подцепить комбайну, отвезти на место, там уже присоединить его. Ну и, само собой, сложить ее. Очень удобная штука. Такая вот в игре, вот сейчас, в данный момент, реализована была только у кейса. Теперь еще и у топового Ньюхоланда такая штука есть. Ну и, ребят, пока, собственно говоря, мы потихонечку рассматриваем наш шикарный комбайн. А он действительно шикарен. Давайте уже несколько слов расскажу по поводу того, что же еще есть в этом самом обновлении. Итак, под этим патчем 1.10.1.1 разработчики, в частности, вводят киберспортивные режимы, которые я уже показывал ранее. Они, вроде бы, как шли в обновлении 1.10, но вот они теперь их официально показывают именно в этом обновлении 1.10.1.1. Собственно, это режим арены и режим укладки тюков. Помимо всего прочего, в этом, ребятки, патче исправлены проблемы с некоторыми модами для моддинга. Вот только не уточняют разработчики, о каких именно модах идет речь. Кроме того, исправлен ряд ошибок и внесен ряд изменений. В частности, исправлена фильтрация многопользовательской карты, если карта использует локализованные названия. Исправлено несколько проблем с совместным моделированием физики. Также обновлено, друзья, дактуальной версии Intel XS 1.1 с расширением масштабирования. Также была зафиксирована вместимость для Brantner DD24073 и Z18051. Также были внесены некоторые визуальные исправления для ряда инструментов. В частности, для такого популярного, как Hardie Mega 1200L, или, например, для трактора Classic Sirion 5000. В общем, там хватает списки таких устройств. Те были внесены незначительные такие визуальные изменения. Кроме того, исправлена проблема с несколькими областями хранения для хранилищ объектов. Также добавлен атрибут MaxHigh для областей хранения хранилищ объектов. Ну и в целом внесено еще несколько изменений, то, что касается работы с хранением тюков и поддонах в хранилищ. Ну и, собственно, ребятки, то, что мы уже смотрим в данный момент, это добавлен новый комбайн от компании New Holland и две жатки для него. Так что, ребятки, продолжаем знакомиться с ним дальше. И Holland, конечно, хорош, ребят, и в этом его не откажешь. Собственно, пока я тут разговаривал про обновление, вы сами все прекрасно видели. Разумеется, такие вещи, как светотехника, загрязнение, износ на металлических деталях в полном порядке. Ну и вот этот, конечно же, механизм, который не может не радовать, и который я уже подчеркивал в магазине, когда жатку можно таскать за собой. У нее есть такая возможность. Хуже, когда необходимо положить ее обязательно на эту тележку, отдельно тележку потом таскать. Ничего такого особенно удобного. Вот здесь же все функционально. Встроенная в жатку, по факту, это тележка, которая позволяет нам, друзья, чувствовать себя комфортно. И комфортно эту жатку доставлять на место, собирать, разбирать. В общем, очень удобная история. Ну и, как видите, что касается непосредственной работы комбайна, тут тоже все в полном порядке. И по звучанию, и по картинке. В общем, New Holland не откажешься. Реально мы ожидали действительно этот комбайн, потому что его не хватало. Если говорить о тех брендах, которые присутствуют, вот для New Holland не хватало топового комбайна. И вот в данном случае это самое откровение New Holland очень даже подошло. Потому что то, что присутствовало, ребятки, в модах, зачастую было прям очень низкого качества. К сожалению, один из этих модов я даже как-то показывал. Но там просто тихий-тихий ужас. Спасибо разработчикам, что наконец-то они подарили нам такое замечательное устройство. Тем более, учитывая, какой впереди грядет пак для второго, опять же, сезонного абонемента. Это прям такая хорошая пилюля, чтобы подсластить общую картину от этого самого пака, который нас опять тянет в Сенаркос. Второй пак подряд. Ну да ладно, ребятки, об этом мы поговорим 15 июня. Пока же наслаждаемся вот этим самым обновлением, которое принесло нам вот этот New Holland CR 1090 Revelation. Так что, друзья, настоятельно рекомендую попробовать сегодня это самое обновление. Ну и, само собой, обкатать этот красавец New Holland. Но я же буду на этом завершать свой коротенький обзор. Все, что хотел, я вам показал, акцентировал его внимание. Но, как всегда, друзья, желаю вам и вашим близким здоровьем. Всего самого наилучшего, конечно же, мирного чистого неба над головами. Еще раз поздравляю, друзья, с Днем России. Но я же надолго не прощаюсь, разумеется, еще услышимся и увидимся. Пока-пока.